Все счастливы к возвращению Господа Джиганатки? Мы сегодня с нами, правда, обсуждали один интересный момент в этом мире, как про Гладмараж говорит. Люди страдают в этом мире из-за того, что они теряют то, что им дорого, и переживают встречу с тем, что они не желают. Ну, преданных наоборот. Хотя они привязаны к Кришне, они тоже переживают. Так проявляется чувство разлуки с Кришной. Поэтому в первой песне Шимадбагава там можно понять, когда Кришна оставлял царство, братьев, пандалов. И преданные они не хотели, чтобы Кришна уходил. Это была так выраженная их привязанность. Они были привязаны к Кришне, поэтому они переживали. Поэтому, так или иначе, они пытались уговорить Господа остаться хотя бы еще до чуть-чуть, еще немножко. Но преданные двараки, когда Господь подъезжал, они с радостью встречали Кришну. Они радовались. И так происходит. Чтобы увеличить нашу привязанность к Кришне, он иногда исчезает. И когда мы уже чувствуем сильное чувство разлуки, уже не можем, уже не можем. Наш опыт общения с Ним был настолько сладок, что мы уже не можем без Него. И мы тогда, наша медитация становится очень интенсивной. Как в одиннадцатой песне Шимадбхагава, там сразу после стиха Кришна-варнам, Твиша-Кришнам, там прославляются лотосные стопы Кришны. Говорится, что лотосные стопы Кришны – это объект моей, единственный объект моей постоянной медитации. И сейчас у нас мы попытаемся кто-то из преданных сделать так, чтобы немножко рассказать о Джиганатхе, устроить такое Кришна-катху. Каждый поделится какими-то, может быть, переживаниями за это время, какими-то реализациями, каким-то пониманием, может быть, даже какими-то чувствами. Наверняка кто-то испытывал какие-то чувства. Кто-то приходил в храм и чувствовал, наверное, что-то чего-то не хватает. Было такое ощущение. Вот вроде Гауранга есть, Нитянанда есть, но что-то не хватает. Это чувства. И иногда, а если у нас было служение, как-то так, они говорят, привыкшие, которые уже привыкли совершать преданное служение, они очень сильно чувствуют эту разницу. я бы хотел бы поделиться одним последним опытом. я думал делать это, не делать, но я постараюсь это сделать так, чтобы было понятно. и не слишком сложно глубоко так. уже около 16 лет мы встречаем господа Джаганадху, когда он болеет. у него было, по-моему, несколько лет перерыва, он был в доме или один год, по-моему, 16-й, я не помню, в доме Ямунаки или Матыши. А так же около 16 лет мы уже встречаем Кришну Джаганадху, и он посещает, как в первой песне Шимадбхагова там писано. это не просто место, иногда дом, но просто такова Лила Господа. Я тут просто как слуга, не то, что я его забираю, прячу. Это его желание, где мы все стараемся исполнить. И в Лилах Господа Джаганадхе есть такое, когда он перед Радхаятрой приходит в себя, отдыхает, или, как говорят, лечится после снаноядра, потому что его омывают водой, и он 14 дней отсутствует, его никто не видит, и мало кто может к нему попасть и увидеть его. Хотя преданные, они всегда звонят и так, ну мы можем там принести что-то, можно мы хоть одним глазком, и мне приходится всегда стоять, как страж на Вайкунхе, стоит и не пускает Господу никого. Ну я всегда прошу, говорю, преданные поймите, ну такова Лила, давайте, это его желание, я тут причем. Я бы с удовольствием, Господь Чайтанья, когда проводилась эта Лила, он убегал в Аларанадхе, Господа Джаганадхе он не мог видеть, и он бежал в Аларанадхе. Рядом с Джаганадхапуре есть такое поселение, где присутствует Нарайна, Нарайна в четырех, божество Нарайна и четырехрука. И задают вопрос, а почему Господь Чайтанья, какое отношение он имеет к Нарайне вообще? Оказывается, это тоже особая Лила. Эта Лила связана с тем, что когда Кришна прятался от гопи, оставив их после момента танца расы, они все ходили, искали его, они спрашивали у деревьев, оленей, ланей, у всех, кого видели, кустов, травы, не видели ли вы тут Кришну? В какой-то момент Кришна появился, но он решил появиться перед гопи в виде Нарайны, с четырехрукой форме. И гопи посмотрели на него, сказали, слушай, Нарайна, Дандават, мои поклоны, наши поклоны тебе. Слушай, ты не видел тут Кришну случайно? И Господь Нарайна принял это поклоны и говорит, так где-то тут, может быть, не видел или там отправил их куда-то, они пошли дальше. Единственное, перед кем не мог Господь удержаться, это перед Жимати Радхарани. И у него ни с того, ни с сего исчезли две руки, и он проявился как Кришна. Эта лила, она как раз и напоминала Господу Читанье Махапрабу. Он видел в Нарайне Кришну. Он понимал, что тот Нарайна, Ларанадх, это тот же самый Кришна, который прячется в этой четырехрукой форме. Именно поэтому Господь Читанье туда и отправлялся. И там есть место, где такая удивительная глыба каменная, где он сделал поклон, полный дондават, и на этой глыбе, благодаря его жгучей любви, остались отпечатки его ладони, лба, груди, колен и стоп. Настолько была горячая любовь, что она расплавила даже камни. Такие удивительные лилы, Господа. Ну, теперь я расскажу что-нибудь. Все так, наверное, тут уже постели какие-то слухи, что я там буду рассказывать что-то особенное. Ничего такого особенного не было. Нет, для меня было. Но, как это, у меня выскочил чаряк здесь под глазом. Ни с того, ни с сего. И он такой был, как синяк. И я просто пошутил, так меня спросили, что это такое. Я говорю, это Джаганатханабил. И теперь пошли слухи, что я буду рассказывать. Ну, это так. Благодаря тому, что я так пошутил, у меня на следующий день он прошел. Потому что подумали, что Господь, что он там издевается. Он никогда не выступает в такой роли. Он очень милостив на самом деле. Он очень милостив. И настолько любит своих преданных, что он постоянно живет. Ровно настолько живет, в его сердце живут те преданные, ровно настолько, сколько они думают о нем. Вот насколько мы думаем о Кришне, настолько он думает о нас. Поэтому Кришна говорит, Бхагаладгите, я нахожусь в сердцах преданных. А они в моем. Я наблюдал в этот период интересную вещь, которая происходила в моем сознании. Внешне ничего особого не менялось. Я делал то, что я должен был делать. Я поднимался рано утром, помогал супруге, которая в это время на все 14 дней, она с утра до вечера занималась. Я даже не лез туда практически. Единственное, мое было служение, это привозить просад преданным на завтрак и обед и закупку делать. Это было мое служение. Все остальное делала супруга. И как-то я так вроде делаю какое-то свое преданное служение. Сейчас я скажу очень важный момент. Если кто-то поймет, это мой просто опыт. Я делал, как обычно, все, что мы делаем, когда находимся здесь, какое-то есть у нас служение. Мы приходим, кто-то пуджарит, кто-то там готовит, кто-то убирает, кто-то делает гирлянды и так далее. Очень многие вещи мы можем делать. И при этом я сделал свое дело, приходил, там утром делал божеств. Единственное, что я делал для удовлетворения Господа Джиганадхи, я читал, просто пытался пробудить его. Знаете, как мне всегда нравилось Лила, я читаю читание Чаретамриту, и там мне нравится такой момент, когда Санатана и Рупа Госвами или Рамананда Рай или Сарупа Дамодара угадывают настроение Господа. И я думал, Господь Джиганадха – это то божество, которое испытывает чувство разлуки Шимати Радхарани. Поэтому я читал утром читание Чаретамриту для него и читал стихи Господа Шивы, прославляющих Шимати Радхарани, и про Бадананда Сараслати. И когда ты это делаешь, просто делаешь с настроением удовлетворить Господа, пытаясь понять, ты ощущаешь, что на самом деле ему очень это нравится. Не знаю как. Но просто сама по себе атмосфера такая создается, что вот ему нравится. Он тоже переживает какие-то чувства. И когда мы наполняем их этим настроением, я не сам придумывал стихи, я читал то, что было уже выражено в настроении там про Бадананда Сараслати или Господом Шивы, то, как Четвертая Пеща Матбхагава там говорит, что стихи, которые произносят, произносили прочеты, данные Господом Шивы, приведут к тому, что мы сможем увидеть Господа. Такое наставление дал Господь Шива своим. И перед этим сам Господь прочитал. То, что я брал, просто читал и ощущал какой-то, знаете, такой положительный эффект от этого. Я не скажу, что там много ощущал, но какой-то положительный эффект от этого ощущал. что я как-то, моё подсознание было уверено, что Господу в Джиганадхе это нравится. Что он находится в таком настроении, и это подпитывает его определённые чувства. Но в то же самое время я выполнил свои утренние обязанности как-то с каким-то настроением. Потом начинался день. И этот день наполняет нас определённой, не знаю так, как это сказать правильно, деятельностью, связанной с определёнными вещами. Хотя даже это наши обязанности могут быть. Пошёл, купил, принёс, отвёз и так далее. Но когда ты это всё делаешь, я почему это говорю, потому что каждый из нас совершает определённое служение. И очень опасная вещь, очень странная вещь, когда мы, ну как странная, приемлемая может быть для начинающих преданных, или этот, но когда мы начинаем думать, ой, я сделал своё служение, фух, теперь я могу заняться своими делами. И зачастую, совершая служение, любое утреннее, дневное, вечернее, мы всегда пытаемся думать, что вот я уже совершил что-то для Кришны, и теперь я могу ощущать вот это чувство наслаждающегося, наслаждаться. Со мной происходило точно так же. Я такой, ну вот всё сделал, фух. Я заходил в свою комнату, и почему-то я в это время забывал о Кришне. Я забывал о Кришне, потому что я сразу погружался в свои дела. Наша задача, наша как преданных, всегда помнить о Кришне, никогда о нём не забывать. Но иногда эти вещи, которые мы выполняем, хоть и регулируемое преданное служение, всё равно в этой большей части доля, больше нашей деятельности связана с потребностями моего тела, как грубого, так и тонкого. И Кришну мы выполняем, и вот потому что это надо, потому что у нас есть какая-то вера в это нам, нас убедили, это надо, это правильно, это, и мы делаем это. Но у нас нету вкуса. У нас, к сожалению, нету вкуса. И поэтому наше преданное служение, оно поначалу регулируемое, ваидьи бхакти, где мы регулируем себя определенными правилами, предписаниями, только для того, чтобы развить сначала привычку, а потом вкус к служению Кришне. И вот наше регулируемое преданное служение будет совершаться до тех пор, пока мы будем совершать эту деятельность и думать о том, о чём-то другом или о том, что я буду делать после этого и не обладать такой способностью. Другими словами, мы будем в какой-то степени даже заставлять себя делать то, что нужно делать. То есть под каким-то определенным даже внутренним давлением. Может быть, это будет исходить от веры нашей, от правильности, от каких-то даже моральных принципов. Но мы будем это делать вначале. И когда мы будем это делать до того момента, пока мы не разовьём привычку сначала служить Кришне, а потом получив эту привычку. Привычка это уже вторая натура, во второй песне Шимадбагава там объясняется. Но это уже хорошо, когда у нас есть хорошая привычка. Но это привычки этого еще мало. Привычка это уже можно сказать автоматическая деятельность. Может быть, в какой-то степени даже приблизительно уже подходит к естественному нашему проявлению. Но это может быть на основе физических вещей, а наше сознание еще может быть не готово концентрироваться настолько глубоко, чтобы испытывать этот вкус и постоянство в каких-то вещах. И вот когда мы уже дойдем до такого момента, что для нас станет естественно, я так говорю преданным, что такое наша спонтанная привязанность к святому имени. Это когда мы просыпаемся и у нас появляется в сердце радость того, что мы сейчас возьмем четки и будем повторять святое имя. И эта радость естественная, это радость не то, что там, это не просто там, что опять надо, опять повторять, и как бы это сделать так, чтобы свой ум занять чем-то другим, чтобы быстрее время прошло. Нет. Это радость, которую мы только думаем, что вот утром я встал, это естественно. И вот такое состояние должно быть во всем. Все 24 часа в сутки, что каждый наш шаг, он должен быть связан с Кришной. Где-то мы повторяем, где-то готовим, где-то мы там слушаем о Кришне, где-то просто созерцаем форму Кришны. Где-то говорим о Кришне, где-то совершаем служение. Вся наша жизнь, она должна быть, наше сознание должно быть направлено на Кришну. и она должна заполнить все наше сознание, весь наш ум. Вот тогда, когда он наполнит, тогда это будет спонтанно, это будет естественно, это будет спонтанное приносушение. Там уже не надо правила, потому что в этом есть уже определенный вкус, в этом есть уже определенная потребность ума и нашей души. Это то, что я так потом подумал, вот Кришна, я опять зашел в свою комнату и занимаюсь своими делами, а ты стоишь здесь, ты находишься здесь, ты у меня в гостях, допустим, гипотетически, это я у нее в гостях, ты пришел, чтобы я мог общаться с тобой, чтобы я мог получить максимум общения, ну, я зашел и занимаюсь своими делами, и отслужил, и подумал, то я пойду уже, и все, слава Богу, буду делать что-то другое, то, что мне более полезно. Это так, так печально, так печально, когда ты начинаешь понимать такие вещи, ты понимаешь, что на самом деле, где моя привязанность к Кришне, да я уже 10 дней занимаюсь служением, ну, шо, и у нас вот Кришна, это должно быть естественно для нас, каждую секунду, каждое мгновение, все 24 часа в сутки, но этого нет. И я очень сильно скорбел, скорбел, и потом последние три дня или четыре, четыре дня, я уже просто думал, Боже мой, повторял мантры, думал, как же ж мне, и постался свой ум все больше и больше направить на форму Господа Джаганадхи, Баладея Супадра. И нам есть над чем работать. Чистота как раз и проявляется в том, что я думаю о Кришне, я служу Кришне, это наше проявление чистоты. Когда это связано со мной, с моим комфортом, с моим удобством, все, что мне нравится, мне это не нравится, это я буду, это не буду, это не моя природа, это моя природа. Все это просто более тонкое проявление нашего ложного эго. Когда мы это признаем, мы можем просто сказать, Кришна, я твой слуга, готов, все, что ты хочешь, я готов. И не просто ты хочешь, это правило и предписание, а надо я хочу, Кришна, я уже хочу для тебя что-то делать, я хочу, вот это желание, которое проявляется в моем сердце, что я уже хочу, вот это ценность. Поэтому я благодарил Джиганавху за такую реализацию, за такую милость. Я думаю, что это даже Матер Атхарани, что он был доволен и так или иначе как-то так это проявилось, так вот и я испытывал большое вдохновение. Харе Кришна, я не буду один занимать все время и так уже кто-то еще он в Риндаране. Харе Кришна, я сейчас вот слушал Таруна Кришну Прабу, как он говорит, что бывает у нас такое, что мы сделали служение и потом думаем, ну вот теперь я могу заниматься своими делами. я когда работал на кармической работе и у меня было служение утреннего пуджария, то я много-много раз ловил себя на том, что после пуджи у меня такая мысль, ну вот самое главное на сегодня я уже сделал, можно теперь, вот, идя на работу, у меня начинался рабочий день, но я думал, что ну все уже, в общем можно не напрягаться, но приходя на работу, я там еще какие-то слушал лекции про Пупаду, что-то читал, но вот такое вот было, что самое главное в моей жизни это вот уже произошло, случилось, ну и когда там пару лет у нас Джаганатка болел в Монакеле, это тоже были незабываемые совершенно дни, вот, знаете, Господь Он очень требовательный, то есть Он очень хорошо умеет занимать всех служением, там то, что Трун Кришна говорит, что я там просто ходил закупки делал и насел Магапрасет в храм, это он скромничает, там нужно очень хорошо поворачиваться, потому что много всего надо делать, ему вылазили из кухни с утра до вечера, это как Мартена в гопе стоят, они заняты, он занимает, ну мне тоже там доставалось, я там что-то пел, каждый вечер взял такое, он похоже, что любил, я вспомнил, тоже меня Матаджи Авадата вдохновила из Литоковинда что-то петь, ну я там не знаю, что там пытался, но в общем-то, вот, ну еще такой маленький, маленькая зарисовка такая, сейчас у нас получилось, что с такой маленькой Радхаятрой мы пошли болеть, а когда мы второй раз у нас были Джаганатка, то там было наоборот, Дрома Граджа привозил Джаганатку туда к нам, а обратно уже с вот этим палантлином мы шли в храм, и тогда Киртон вел Ачинь-Тетришна, и он мне потом рассказывает, что идет, а у нас там двор такой длинный, где-то, не знаю, метров 50, может быть, вот, ну там много, порядка 20 таких домов, и это как улица, но она как закрыта такая, кто был у нас знает, вот, и вот этот палантлин идет от нашего дома, он в самом верху двора, спускается так, ну там Ачинь-Тетришна, 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 он идет впереди, ведет колесницу эту, вот, а соседка рыбу чистит, вот, и Ачинь-Тетришна так вот, Ачинь-Тетришна, Ачинь-Тетришна, он так вот, скосил глаза, так вот, смотрит, потом на Джаганатху посмотрел, Джаганатха, говорит, тоже так вот, смотрит, как она идет, вот, а потом, говорит Ачинь-Тетришна, я вспомнил, я вспомнил, что в Джаганатхе пуре тоже же рыбу чистят, там же тоже рыбы крифсы, ну, и он подумал, что все авторитетно, вот, на самом деле, наши соседи очень любили, и после первого года, когда, там тоже к нам заходил Киртан, там, матаджи танцевали, прямо во дворе, там, перед колесницей, то потом нас соседи уже спрашивали, ну, когда же придет ваши эти танцевать, нам так нравится, приходите, ну, в общем, там, второй раз получается, в общем, они все любят, там, ну, берут, мы их кормим Махаприсадом, такие очень люди доброжелательные, книги брали тоже, вот, в общем, Джаганатка, Киджай. Харе Кришна, приеду нам, очень рад, снова вернуться в Днепр, мои нижайшие поклоны, и как раз, очень хотел попасть на праздник, на сегодняшний, тоже с Джаганатка, ну, мы дома поклоняемся, Джаганат Балдавиасу Падро, и неспроста, я вспомнил, буквально сейчас вспоминал, думаю, чтобы что-то такое рассказать, как бы, не совсем сентиментально, ну, точнее, все равно не получится, все время эти сентименты, они приходят, и по-другому невозможно, вот, и не надо их бояться, на самом деле, раньше боялся, сейчас нет. В 1994 году мы пришли в храм, впервые со своим другом, вы его знаете, Садачара Прабо, он был тогда студент, иди, то, притопали в храм, был в ходе шахти, был Нандарай, первый, кого встретили, ну, и, как бы, да, нам рассказали, что здесь происходит, и такое дело, говорит, а вы можете нам помочь, ну, в конце этого всего, нашего, так сказать, пребывания, в тот день, а что нужно, а, говорит, у нас скоро Ратхаятра, и такой праздник, это колесница, говорит, и нужно расклеить афиши, тогда были афиши, такие простейшие, просто отпечатанные, как на белом фоне, с синим шрифтом было написано, ну, и вот все эти ребята, которые были там, это Тарун Кришна Прабу, все это Днепродзержинская, как мы называли, мафия, и Павлоградская команда, команда, все ребята такие, все простые, такие все, ух, ну, все очень интересно было, и это вдохновило, говорит, ну, давайте мы возьмем афиши, расклеим, ну, подумали, что это будет несложно, и мы набрали, правда, слишком много, мы не смогли все расклеить, это было очень тяжело, но это была вторая, по-моему, Радхаятра, да, в Днепропетровске на тот год, и я, честно говоря, увидел эти божества, я ничего не понял, но что-то вот, ну, что-то было в них интересно, в этом, в этих глазах, и потом, на следующий год, мы уже были подготовлены, опять же, на Радхаятру, мы целый год себя готовили, к Харе Кришну, то есть, мы не стали практиковать, сразу там, у нас не было такого, не было такого желания, сильно, но что-то в этом было интересно, и на следующий год, Радхаятру, мы уже были подготовлены, Садычара Прабу, как раз он поселился в Ашрам, к этой Радхаятре, ну, а мне довелось тогда тащить эту колонку, в которую очень громко пели гиртон, и знакомые, которые попадали в центре города, это была набережная, вот, на тот момент мы, не по Карламарсу, а в тот год, одна набережная, вот, Ленина на тот момент, и вся, как говорится, тусовка была там, и те, кто мои знакомые, которые меня знали по-прошему, как бы, они увидели, что я тащусь, с кришнаитами, и с этой колонкой, они, они, конечно, были все поражены, я думаю, что это, ну, как раз тогда, это и повлияло на мою дальнейшую жизнь, опять же, я не скажу, что прямо тогда стал серьезно практиковать, как-то, но это зацепило, и это повлияло на то, что когда я захотел поклоняться божествам, это были именно божества, Джаганадхи Баладео Исупадра, я попросил, и они очень такие необычные, пришли со стопами, вот, но, такое влияние они, как бы, оказали, ну, как бы, не то, что там волшебная история, но, в любом случае, в простых вещах, на самом деле, и есть, заключается волшебство, магия, мистика, вот, зачастую мы не верим, но, в какие-то волшебные вещи, но, проходя в общество предных, и соприкасаясь с Господом, и с Господом Джаганадхи, мы реально, потом видя, что да, и, как взгляд на прошлое, понимая, что это мистическим образом все происходит, и то, что мы еще остаемся, рядом с Кришной, еще я знаю, что Джаганад, ну, тогда, на тот момент, в храме не поклонялись Джаганадхи, тогда были горы Нитай, от которой, вот, есть маленькие, одни, одни были в Ашраме Матаджи, по-моему, да, одни были в храме, и Джаганад, Баладео Исупадра, тогда не поклонялись, и у меня был перерыв, два года, когда я расстался с преданными, уехал к себе на родину, и, как бы, не общался с преданными, и, когда вернулся, как раз, только-только установили Джаганад, Баладео Исупадра, и, как-то это все так интересно было, вот, и эта форма всегда, она была, как бы, непонятна, с одной стороны, но, почему-то, она больше всего привлекала людей, и маленькая история, я еще, вот, задержу время на этом, как раз, когда открыли кафе Дамодара, в центре города, она была в другом месте, на улице, я уже забыл назвать, а? Глинки, Глинки, да, и после Радхаятры, по-моему, это 2002-й был, или 2003-й год, привезли божества, которые сейчас, они в Дамодаре так и стоят, но тогда их впервые привезли, как говорят, на, на пребывание, а Дратхаятры, это фестивальные божества, их поселили в Дамодаре, но они стояли там, в уголке, раздеты, и на них просто положили, эти материи, чтобы они, как говорят, не были голыми, да, а потом пришла идея, говорит, давайте мы их поставим, ну, на всеобщее обозрение, они же фестивальные, то есть, ну, давайте их поставим, а там, получается, была такая, как барная стойка, и на дне такой козырек, вверху, и вот, кто был в том кафе, в первом, там, когда заходишь, этот козырек сразу видно, ну, эту барную стойку, и вот этот козырек со светильниками видно, сразу они тебе бросаются в глаза, и вот так столы стоят, и ты по-любому видишь, и мы решили поставить туда, эти вот, джиганат, балдэсу, патра, они же огроменные, и была такая картина такая, очень интересная, мы начинаем ставить, сидит девушка, она как раз кушала, и она когда увидела балараму, под стол слезла, просто настолько ее вот поразило, и потом она, конечно, ее любопытство разобрала, она спросила, что это вообще, кто это, а, кто это, она спросила, сейчас помню, не что это, а кто это, ну, конечно, мы там, ну, вы понимаете, там, с важностью такой, то есть, на самом-то деле, джиганатха, он очень солидный, почему он, ему всегда пышное похлонение, и я понимаю, что успешность Днепропетровской общины, Днепровской общине, чувствуешь, когда ты находишься вдали от нее, просто хочется прославить и преданных, которые поклоняются джиганатхе, потому что все преданные, которые здесь находятся, это все мы поклоняемся Господу джиганатхе, и это большая милость, на самом деле, потому что, когда-то объяснял Партхасарадский Махарад, что поклонение джиганатхе, это очень-очень высокий уровень, очень высокий стандарт, но по милости Господа Читания, то, что он провел огромное количество времени поклонение Господу джиганатхе, приходя в храм джиганатхе, мы имеем эту возможность, и на самом-то деле, когда ты находишься очень далеко, не находясь в Днепре, я понимаю, что реально, ребята, честное слово, вот Днепр просто впереди планеты всей, и джиганатхе тому причина, ну, это на мой взгляд, на мой взгляд, в этом вся суть, Харе Кришна. Си джиганат, Бладесу Падру Майки. Харе Кришна. Спасибо всем, кто пришел поклониться Господу джиганатхе, мы все бы хотели испытывать эмоции по отношению к Господу, правильные эмоции, и современная цивилизация указывает людям, что сначала эмоция, а потом все остальное. Настраивает так людей. На самом деле, сначала служение. Сначала мы должны научиться служить Господу, и только потом появится правильная эмоция. Если у нас есть какая-то эмоция, она не приводит к служению, это неправильная эмоция. Если у нас правильная эмоция, она придет к тому, что мы захотим служить Богу. Если же у нас нет правильной эмоции, мы должны служить Богу, и правильная эмоция появится. То же самое в любых отношениях, которые мы хотим построить, они основаны не на эмоции, они основаны на служении. И этому обучает вся эта материальная реальность, дхарме, то есть исполнению своих обязанностей, в результате которых проявятся правильные эмоции. Поэтому наша обязанность что-то делать для Господа, и эмоция правильная появится. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна, и с праздником всех еще раз. Мы знаем, что Господь Джаганадха, Он славится тем, что Он очень-очень-очень любит вкусно-вкусно вкушать просадам и Джаганадхапури. Джаганадхапури — одна из самых больших кухонь в мире, в самом храме. И там огромное количество поваров, огромное количество смен. И мы несколько дней назад с менеджером кухни, храмовым, обсуждали, кто же приготовит пир. И мы обзванивали преданных разных, и время сейчас нелегкое, преданным очень много нужно трудиться. И они и хотят прийти, но не могут, потому что нужно зарабатывать на семью и так далее. Мы чесали голову, не могли не найти ни одного человека. Но удивительно, что сегодня с 6 утра на кухне было человек 12, которые готовили подношения. И одни приходили, готовили, уходили, а потом приходили следующие. Откуда они появились, непонятно. Таково желание Кришны и Джаганадхи. Он проявляется прямо здесь, если мы внимательны. Хотел просто об этом сказать, поделиться этим. Харе Кришна. А Матаджи еще не говорили, может быть, кто-то из Матаджи хочет, да? Ну, нужно подползти еще. А, нет, тут в принципе хватит. Харе Кришна. Ну, я просто не могла не поделиться своей радостью, что наконец-то Джаганадха вернулся. Харе Кришна, вот, и поэтому решила все-таки, я не люблю говорить в микрофон, но решила все-таки сказать, потому что, ну, вот Тарун Кришна говорил, Прабу, потом Риндаранья Прабу говорил, у них был Джаганадха дома, и они рассказывали о том, как чувствуется присутствие Джаганадхи. И вот период, вот, Ямуна Кьеле рассказывала, вот, Шримад Багава там за эти несколько дней, и она вот давала три лекции о том, кто такой Джаганадхи, рассказывала о нем истории, вот, и как он проявился, что значение каждого праздника. И вот, я вот хотела сказать, вот мы недавно ездили в Магдалиновку, и там, ну, жарко было, мы пошли купаться, и единственное, о чем я вспоминала там, там опять цветут лилии, я вспоминала, как мы там на лодках катались, катали Джаганадху. Вот, сейчас вот, когда Джаганадха прошелся вот по храму, я побежала там коробки забирать, я ему там подношения приносила, и, чтобы отдать ребенку. Подумала о том, что как он все-таки занял в служении моего Максима. Я опоздала, там нужно было что-то доделывать. Ребенку пришлось, ну, вот, ну, пришлось там что-то мазать, там, это вот, карамелью этой украшать что-то. И думаю, ну, Кришна Богован, так, ну, как-то, знаете, ну, он уже взрослый, как-то у него уже свои интересы там, и заставить его, ну, неправильно, а просить он не всегда реагирует. А тут он говорит, я сам. У меня глазок квадратный встали, но я побежала переодеваться. Ну, думаю, ладно, хорошо. И вот я бежала туда за коробками, и наступают, там камушки, больно. А когда я только прибежала сюда, я не чувствовала этих камушек. Когда взяла эту субхадру на руки, вообще как-то вот идешь, и не чувствуешь этой земли, в том плане, что там камушки какие-то, колючки. И сейчас бегу и понимаю, что вот несешь ты их, и вот, вот, все гладкое. Ну, вот, когда они катались два часа, говорят, два часа, говорю, как два часа? Двадцать минут, два часа. И вот время не ощущается, вот, вот, насколько вот Господь, вот Он так проявляется, что, ну, действительно, вот, как сказал Гауралила Прабо, что наша ятра, это, ну, ее процветание, это благодаря Джаганадхе. И, ну, просто, ну, во мне, возможно, сейчас просто говорят эмоции, но я очень рада, что Джаганадха наконец-то вернулся. Вот, и Он проливает на нас свою милость, потому что мы все здесь. Вот, реально понимаешь по милости. Потому что я, например, еще вчера не знала, приду я, не приду. Когда готовила подношения дома, я, ну, не знала, успею, не успею, как-то, как оно будет. В общем, ну, все как-то вот так вот. И вот, как говорит Яшудакумар Прабо, никого не могли пригласить на пир, вот, и так само и, ну, Ямунакеле знает, что то одно планируем, то другое. А потом в итоге я пришла, смотрю, совсем все по-другому. И как-то вот, Матаджи проявлялись украшать алтарь. Ну, вот, знаете, как-то вот Кришна сам все организовывает. Ты вот в такие моменты реально это видишь, как вот сам Господь все это делает. Вот именно там как-то в нужный момент тот человек проявился, в нужный момент та команда собралась, еще в какой-то нужный момент кто-то что-то принес, кто-то что-то предложил. И вот понимаешь, что, ну, ты ноль без палочки. Вот, как говорил Шила Прабхупада, мы все нули, а единичка — это Кришна. И вот наш Джаганадха — это он, та самая единичка, которая добавляет нам в жизни смысла. Джай Джаганадх, Джай Баладе, Джай Сабхадра. Вот. Может, еще кто-то поделится впечатлениями? Примите мои поклоны. Я очень волнуюсь, но хотела поделиться с вами чудом своим, которое связано у меня именно с Джаганадхой. Три месяца назад я повторно заболела, и побочка от ковида, который не проявился у меня, не подтвердился, память, я потеряла память, психика сразу через бессонницу, слуховые галлюцинации и память. Полтора месяца дома под капельницами, это повторно уже за полгода. И ехала с больницы, это я уже начала выходить на улицу, и интуитивно пришла в храм. Пришла в храм, смотрю, все кланяются, ну, я начала повторять заново за ними, ну, за преданными. Подошла, говорю, я ничего не помню, у меня началась паника, преданных всех помню, не помню, кто передо мной. Подошла к Матаджи Шакундали, говорю, где мне что читать, у меня паника, я ничего не помню, кто передо мной стоит. Шакундала так молча говорит, Господь забирает разум, Господь и вернет разум. Не надо ничего читать. Я говорю, я лежу и слушаю пение птиц. И от безысходности, от того, что я ничего не помню, сына не узнаю, дочь не узнаю, но страх забыть о Кришне. Я вот так вот футболку, там, рубашку ночную теребила, я говорила, Кришна, я же тебя не забуду, и вспоминала о том, как Шакунтала мне сказала, если он попал в сердце, он уже никуда не уйдет, не бойся, просто доверься ему. Я начала раз в неделю приходить в храм, так по-прежнему ничего не помнила. Мне подарили деньги для того, чтобы я себя чем-то порадовала. Была в маркете Индроприя, и я говорю, мне нужно срочно купить вот это божество, я не знаю ничего. Она посмотрела на меня, говорит, сходи к Шакундали. Пошла я к Шакундали, она говорит, подожди, пока Яшу Дакумар вернется, мы потом поговорим, может, ты его вернешь или поговори с старшим, с преданных. Но если ты ничего не помнишь, я говорю, нет, он мне нужен, и все. Здесь на дверях был Макунда Гауранга, подхожу, я говорю, купила божество, и сказали, нужна консультация старших преданных. Он говорит, а вы знаете, кто это? Я говорю, нет. Он говорит, а как вы будете кому-то ему поклоняться? Я говорю, я не знаю, но я знаю, что он мне нужен. В итоге я иду, возвращаю, понимаю, что мне нужно смирение, внутри все разрывается. Покупаю журнал про Джаганатху. Вечером я читаю, и ко мне возвращается память. Для меня это не просто чудо, и сегодня у меня внеплановый выходной, я понимаю о том, что у меня, узнаю о том, что праздник сегодня, поэтому для меня Джаганатха, у меня просто нет слов, поэтому Харе Кришна. Сегодня купила, приобрела уже даже плодчик Джаганат, поэтому для меня это новое рождение, через него. Я прошу прощения, я не собиралась как бы говорить что-то, но, да, у меня случайно оказался микрофон в руках, и вот, наверное, в продолжении темы Матаджи рассказывала, у меня сегодня внеплановый выходной, и ему на келе звонит и говорит, сюда сундаранги, говорит, надо, ну, Джаганат приедет, и нужна помощь, говорит, нужно сударшину чакру носить, а я говорю, хорошо. То есть для меня это, а еще когда-то давно-давно на Радигопе, говорит, мы с ней поджарили, да, и она говорит, ну вот вы что-то чувствуете, я говорю, ну, я понимаю, ну, так, чтобы чувствовать, ну, понимаю. А она говорит, ну, придет время, говорит, и Джаганатха вас позовет. Я так думаю, ну, наверное, позовет, придет время. И у меня сейчас такое понимание, ну, то есть я почувствовала, как Джаганатха зовет. Я поджарила сама, потому что на алтаре Горни Таев я поджарю. И вечером, ну, как обязанность, нужно было протирать и алтарь Джаганатхи. И я вот протираю, помню, первый раз, и думаю, ой, наверное, Джаганат зовет. Ну, и так протирала, потом пол протираю, думаю, ой, наверное, это тоже вот так он зовет. Ну, а сегодня с ударшиной чакрой, думаю, ой, ну, наверное, совсем зовет. Ну, а Матаджи дала микрофон, думаю, ну, наверное, нам надо говорить. Ну, вот так вот. Да. После того, как увидела вашу сториз, а у вас есть любимая шлока, я каждое утро пишу цели на день, и чем я могу сегодня порадовать Господа. И пришла мысль выучить шлоку, и у тебя будет любимая шлока. Я просто открыла, вот просто открыла, и глаза Матир Маини Бадхи Ям Навипадьета Кархичит Праджат Сархани Радхэпи Смиртиш Чамат Анухрахат Думаю, приду и скажу, что теперь у меня есть любимая шлока. Перевод ее Разум, занятый преданным служением мне, никогда не может быть разрушен. По моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения Вселенной. Поэтому Джаганатха отвечает, Кришна рядом, рядом с каждым, рядом с каждым. Харе Кришна! Харе Кришна! Я еще вот два слова скажу в догонку. Матыши Вриндеприя говорила, как она рада, что Джаганатха вернулся, и что нас всех объединяет. Мы сейчас недавно приехали из Киева. Мы там были по вопросам Пуджи, с Адикави, общались, и вы знаете, что в Киеве установлены божества Радомадова, то есть это высочайший стандарт поклонения в Украине, как и должно быть, в столичном храме. Мы были там у них в гостях, нас повели, там показали, все как устроено. Киевляне, конечно, молодцы, очень хорошо сейчас все сделано по Пуджи. И мы там общались, в общем, и Адикави, и Матыши Расалила, они спрашивали, как у вас, там, в общем, мы делились поклонениями, и потом, вот, ну, Ямунакелли, Ямунакелли, вообще имя, означает фестиваль на берегу Ямуны, и первое такое значимое служение в Ямунакелли было, она была ответственна за праздники в нашем храме. И это неспроста, вот, потому что Джаганатка, он очень любит праздники, вы сами видите, какая у него улыбка, и у Баладеу, и у Субхадры, вот, то есть они очень радостные такие божества, и они любят, когда киртен, когда преданные танцуют, когда много людей объединяются, и наши божества, они тоже любят танцевать, вот сегодня вы сами видели, что творилось, вообще, и на самом деле это уникально, потому что божество, по правилам, не выходит из храма, и вот в Киеве там так и есть, то есть они даже, ну вот мы рассказывали, лодочный фестиваль во Вриндаване, покатать божества на лодках, Радху и Кришну, но для них это, ну как это вот осуществить, потому что божества не могут выходить из храма, а у нас такие вот божества, ну и в прошлом году, вы знаете, и раньше там год был, когда Джаганатка ездил в Магдалиновку, в прошлом году, по-моему, на трех колесницах, черная, белая и желтая, на трех машинах они туда ездили, вот, как они купаются в Ямуне, все, наверное, тоже знают, можно посмотреть, на Ютубе лежит, в общем, у нас уникальное совершенно божество, и надо служить им, и это настроение, мы просто будем, не будем думать, как Джапа доставит мне радость, понимаете, мы просто все время будем радоваться, и все, радоваться жизни, служа божествам нашим. Харе Кришна. Сейчас будет Киртан, а еще, кроме этого, сегодня также день рождения у Вриндара Непрову. И он сегодня впервые для удовлетворения Джаганадхи делал замес Пури, как в Джаганадха Пури, и потом он их жарил, и через час после Киртана будет еще их раздавать, наверняка. Харе Кришна, сейчас будет Киртан и праздничный Даршан. Можно встать и быстро скрутить дорожки. Киртан 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 КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok